Допечатная подготовка макета. Прежде чем отправить макет на печать, мы должны выполнить несколько важнейших шагов. Первое. Для другого компьютера мы обязательно текст преобразовываем в кривые. Если даже это офисный стандартный текст, лучше преобразовать в кривые. Далее. Если есть прозрачные или полупрозрачные объекты, возможно, вы получите такое требование от сотрудника типографии, что прозрачный векторный объект лучше растрировать. Если сотрудник типографии такое просит, значит, он знает, что их печатное оборудование не очень корректно печатает именно векторные прозрачные объекты. Растровые прозрачные объекты или градиентное перетекание печатаются довольно корректно. Что нам делать? Два способа преобразования векторной прозрачности в растровую прозрачность. Первый способ, он более легкий, но немножко ступенчатые края получаются, пиксели. Внимание! Я выделяю первую зеленую звездочку полупрозрачную и в меню Object выбираю Rasterize. Растрировать. Способ очень легкий, очень быстрый, но посмотрим, каков результат. Конечно, CMYK модель для печати, разрешение 300 пикселей на дюйм, Background, фон, строго, transparent. Это единственное, что мы здесь меняем. И сглаживание краев. Без сглаживания будут очень ступенчатые и грубые границы в виде пикселей. Обязательно Anti-Aliasing, сглаживание, Art Optimized. Этот способ, он легкий. Обратите внимание, пока OK не нажала, на панели опции, на панели контроль, я вижу Pad, контур. Как только нажимаю OK, там появляется слово Image. Это изображение. Если увеличить масштаб, то вы увидите пиксели, но они сглажены. В 100% масштабе их даже не видно. И второй способ, по объему он тяжелый получается, но... Второй способ позволяет тоже растрировать, но растр сохранить в векторном контейнере. Своего рода такая маска обрезки. Давайте посмотрим. Выделяю вторую звездочку. В меню Object выбираю Flatting Transparency. сведение прозрачности. И здесь, конечно, из заготовок возьмем High Resolution, высокое разрешение, но чуть-чуть векторные свойства все-таки поставлю на 75%. Далее, для обычных линий, для текста вот такое разрешение предлагает. А для градиента, то, что у нас и Mesh заливки, разрешение 300 пикселей на дюйм. Очень важно включить Preserve Alpha Transparency. И в превью, конечно. Preserve Alpha Transparency. И что у нас получится? Давайте посмотрим. У нас получилось как будто группа, но мы также видим на панели опций две кнопки, очень знакомые. Если вторая кнопочка нажимается, то мы попадаем как будто вовнутрь чего-то и видим, что внутри растровое изображение. Возвращаемся к контейнеру. Это просто векторный контейнер. Увеличиваем масштаб и сравниваем с зеленой звездочкой. Зеленая звездочка с довольно грубыми растровыми краями, красная звездочка с гладкими краями. Дело в том, что Flat Transparency, сведение прозрачности, тоже растрирует содержимое, но сохраняет этот растр внутри векторной фигуры. Отменяю сейчас эту маску обрезки, чтобы вам все показать. Пожалуйста. Это растровое такое полотно, довольно большого размера, прямоугольное полотно и, конечно, векторная звездочка. Вот она, векторная звездочка, благодаря которой, в общем-то, векторный нормальный край сохраняется. Если объем вас не пугает, конечно, лучше воспользоваться второй командой сведения прозрачности. Еще столкнетесь с такой ситуацией. Конечно, мы привыкли работать для печатной продукции, выбирая цвета из цветовой модели CMYK, Cyan, Magenta, Yellow, Black. Мы знаем, что каждый цвет состоит из каких-то красок, например, такие штрихи на хвостике, они состоят из всех четырех красок модели CMYK. То есть, если вдруг в типографии сделают цветоделение, это при оффсетной и флексопечати, то для печати вот этих штрихов на хвостике понадобится изготовление четырех форм, печатных форм. Cyan 15%, Magenta 100%, Yellow 90% и Black. Но вот заказчик очень просит рыбку делать золотой. Как бы я ни старалась, с помощью красок CMYK, я не получу такой эффект. Чтобы получить такие редкие цвета, золотистые, бронзовые, серебристые и так далее, мы, скорее всего, воспользуемся готовыми понтон-библиотеками. Понтон-библиотек очень много, огромное количество. Вы можете сами приобрести такие понтон-веера, может, ваше руководство это приобретет, и вы вместе с заказчиком будете выбирать нужный цвет. Понтон-краски ложатся на бумагу довольно качественно, равномерно, и они стоят в два раза дороже обычных красок. Поэтому все это надо учитывать. Где находится понтон-краски, допустим, золотистую краску хочется поставить в программе Adobe Illustrator. Наша основная палитра сводчис. Мы там открываем библиотеку, там у тебя книжки, там и библиотека, color books, цветовые книги, и здесь огромное количество понтон-наборов. Если хочется что-то металлическое с металлическим покрытием, пожалуйста, понтон-металлик-калдит. Конечно, надо уточнить у типографии, печатает ли она понтон-красками. И эти краски надо заранее заказывать. Пожалуйста, из дополнительной палитры понтон я выберу что-нибудь золотистое для рыбки, пусть это будет 8644, есть номера. Пожалуйста, понтон-краски отличается от обычных красок треугольником и точкой в нижнем правом углу. Вот, помимо своих четырех красок, смотрите еще раз, циан-мадженда-йелло-блэк, в моем макете появился еще и понтон-цвет. С чем еще столкнетесь? Дело в том, что мы очень часто при работе делаем некоторые ошибки и не замечаем их. Допустим, я взяла текстовый инструмент, сделала клик, чтобы набрать текст, и благополучно забыла о том, что я здесь сделала щелчок. Не видно текстового курсора, но он есть. Я взяла перо, и сделала щелчок, чтобы что-то нарисовать, создала узел, но передумала, думаю, не буду я ничего делать, и забыла про этот узел. Но он есть, его нельзя так оставлять. Или нарисовала какую-то фигуру, допустим, звездочку, и цвета случайно убрала, или так уж получилось, что нет заливки, нет обводки, и тоже я не вижу эту звездочку, и тоже забыла про ее существование. Это очень важно, не забывать, и перед отправкой на печать обнаруживать эти пустые элементы, и их просто устранять. Обнаружение пустых элементов делается таким образом. в меню Object Path Clean Up Очистить от. И здесь как раз три этих пункта предлагаются. Случайные точки пером, бесцветные объекты, и пустые текстовые контуры. Нажимаю ОК. Попробую обнаружить. Я не вижу ничего. Попробую еще раз туда пойти. ОК. Говорите, извините, больше нечего удалять, все чисто. То есть это очень важный шаг. Еще с чем вы столкнетесь. Если нарисовали объекты контрастных цветов, а контрастными являются цвета, который содержит только один компонент модели ЦМИК. Допустим, желтый объект и голубой объект. Каждый из этих объектов содержит только одну краску модели ЦМИК. Есть опасность, что при печати между этими контрастными цветами появится зазор цвета бумаги. Во избежание появления такого зазора мы обязательно должны делать ТРЭПИНГ, то есть мы должны создать цветовую ловушку, полоску, между этими контрастными цветами. И эта полоска будет содержать компоненты этих двух объектов. ТРЭПИНГ, цветовая ловушка, создается в меню панели ПАДФАЙНДЕР. В меню панели ПАДФАЙНДЕР я выбираю ТРЭПИНГ. Толщина этой полоски 0,25 пунктов, то есть больше даже не надо делать. Полоска будет содержать одну краску со стопроцентной насыщенностью, вторую с 40% насыщенностью. Как правило, это вполне устраивает. Если вдруг у вас будут понтон цвета, как у нашей рыбки, то тоже результат трепинга можно делать как обычный, как цмиковский цвет. Но давайте поработаем с этими двумя цветами. Нажимаю ОК. И где полоска? Внимание, увеличиваю очень сильно масштаб. Между желтым и синим объектами вот такая полоска появилась. Она почти невидимая. И она содержит и циам, и елло. И благодаря этой тонюсенькой полоске результата трепинга у вас не будет в вашем макете вот таких зазоров между контрастными цветами. Это очень важно. Всегда учитывайте такие нюансы. Вам не надо везде это делать. Ни в коем случае. Только когда контрастные цвета. Например, я сейчас попытаюсь сделать трепинг между зеленым и желтым цветами. Программа говорит, что результата быть не может. Почему? Потому что эти цвета не являются контрастными. Потому что зеленый и так уже содержит елло, желтую краску. Здесь зазора между этими объектами физически невозможно. После такой проверки, после удаления, устранения всех дефектов, всех ошибок, мы можем смело сохранить свой документ уже для печати. И первый формат, в котором, скорее всего, мы отправим свой макет на печать, это, конечно, родной формат Adobe Illustrator. Вы просто в типографии уточняете, какая версия это, и сохраняете соответствующие версии. Второй формат, который от вас, возможно, потребует верстальщик, если вы что-то нарисуете для верстки, для журнала, для газеты и так далее, то это, скорее всего, формат EPS. Формат EPS, encapsulated post script, подготовленный к цветоделению post script, это тоже векторный формат, и верстальщики его очень любят. Чтобы сохранить в формате EPS, вам просто надо выбрать команду сохранить как. Сохранить как, и пусть это будет в разделе уже 11, и сохраню как иллюстратор EPS. Пожалуйста. Единственное, на что мы должны обратить внимание, это TIFF. TIFF не black and white, а 8-битной глубины цвета. 8-битная глубина цвета. EPS сразу внедряет шрифты, некоторые эскизы, если есть RGB, то преобразовывает в CMYK, и можно также включить, если есть такие элементы векторные, совместимая высококачественная печать для градиента и градиентной сетки. Идет процесс. Еще есть один формат, тоже очень любят верстальщики, особенно, если вы сами верстаете для журнала какой-то полосу целую. Это формат TIFF, это уже растровый формат, и в растровый формат мы не сохраняем, а экспортируем. Файл экспорт, экспорт и экспортируем уже тоже сохраню здесь в одиннадцатом разделе сохраним, точнее экспортируем TIFF, TIFF. SMIC-модель, конечно, разрешение высокое, со сглаживанием антиэлисинг, все включено довольно корректно, и единственная галка, которая не включена, это компрессия, мы тоже не включаем. Дело в том, что компрессия, сжатие, уменьшает объем файла, но при этом очень ухудшает качество, поэтому не включаем этой галочки. Окей. Идет процесс экспорта, довольно тяжелый файл получается, но с хорошим качеством. Чтобы сравнить с оригиналом по цветам, интересно, сместились ли цвета, я импортирую этот TIFF, импортирую и ставлю рядышком. Все сохранено и по цветовым переходам, и по качеству. Это TIFF, как целое растровое полотно. И также, конечно, PDF. PDF тоже мы сохраняем, это тоже векторный формат. Пожалуйста, PDF. Мы просто сохраним, сохранить как, и в этом списке типов файла выберем Adobe PDF. Здесь, в этом случае, вы уже многое должны уточнять у работников типографии, типографии. Потому что, да, как правило, мы оставляем Illustrator Default с наилучшими качествами и свойствами, но вдруг они потребуют от вас какой-то стандарт, совместимость. Уточните, пожалуйста, эти нюансы. Вы просто в этом списке выберите то, что скажут работники типографии. Все то же самое, компрессия для растровых изображений, без сжатия, метки, обрезки, можете включать и все эти данные сохраняются в формате PDF. Чуть позже мы посмотрим цветоделение, там свои нюансы, свои какие-то свойства. Вот, пожалуйста, этот PDF. Открою в Adobe Acrobat мы увидим результат такого PDF формата. Пожалуйста, уменьшу масштаб. со всеми данными, со всеми нюансами абсолютно все передалось. подпишись. Продолжение следует...